Алена Шунейко на финальном этапе створения масштабного гобелена по мерам 2 на 2,5 метра. Проект под названием «Квятнейшая Гродиншина» будет презентованным аутором в День незалежности Республики Беларусь 3-го липня. Лаура специальной премии президента, дейчим культуры и мастерства просует на уникальным ткацким станку, який не мая аналога у Республицы. Татьяна Грышук расскажет. Техника пераборного однопакового ткацтва, якой володая Алена Шунейко, дозволяя наибольш маляунича и ярко передать нюансы архитектурных помнеков и природы Гродзенского региона. По словах аутора, вельми важно для пропрацовки усих деталей у гобелена вызначить яго каляровое рашэнне. Для увасаблення оригинальной задумы спотребился не один месяц працы и больше за 800 метров ниток и пражи розных колеров и оттенняв. Перед тем, як узяться за выраб гобелена, мастер зарабила яго аналог у реальным померы 2 на 2,5 метры на кордоне. На им спачатку были промаляваны усе элементы и частки будущего твора – Свято-Михайловской царквы у вёсцы Сынковичи, Журовицкого монастыра у Слониме, Каложской царквы, Фарнаха костёла и Старога замка у Гродня. Елена Феликсовна продолжает работу над созданием гобелена. Начала она его в целях реализации гранта президента в 2023 году. Изначально создавался гобелен совместно с её братом, то есть это семья ткачей, потомственная. Был создан большой эскиз, по которому Елена Феликсовна нынче ткёт. На сегодняшний день она уже на финальном этапе создания гобелена. Мы все его с нетерпением ждём. На своих уникальных полотнах Алина Шунейка увособляя важные падеи истории нашей краины. До слова, одна за пошних масштабных суместных с пероемницей Юлией Бородиной работ – гобелен «Есторий. Живая нить», присвеченный 75-ти годью Великой Перамоги. Новое полотно над финальным этапом, якого зараз працую Алина Феликсовна, ураживая размахом, коляровыми и мастацкими рашэннями. Кожный узор на гобелене уплетается у формы великой орнаментальной кветки. По словах майстрыхи, розноколяровая выява – свой особливый гимн створальной творшей працы белорусов. Елена Феликсовна в своём гобелене изображает костёлы белорусские, замки, также есть танцевальные пары. Это своего рода продолжение жизни после тяжёлых военных лет, процветание Белоруссии. Сам гобелен был показан только частично, разные этапы его создания. Сегодня можно увидеть финальный этап создания. Но более точного места и времени презентации пока сказать сложно. Мы все стараемся к 3 июля более пафосно, возможно, где-то на сцене, возможно, с привлечением каких-то дополнительных ресурсов культурных представить гобелен. Работа над створением масштабного гобелена, квитнеючая Гродзеншина, – карпатливая. Реализация этого проекта – ещё один приклад отраджения народных технологий традиционного ткацтва, особливых и неподобных до инших. Работа, на которой знайдут аддустраванию все самые важные моменты из истории Белоруссии, будет презентовано у Липени. Промеркована гэта падея до Дня Незалежности и 80-ти годзе вызволения нашей Республики.